В последние годы в Подмосковье активно развивается сельское хозяйство. Со стороны правительства оказывается поддержка как уже зарекомендовавших себя предпринимателей, занимающихся выращиванием культур и животноводством, так и начинающих. Некоторые фермеры уже воспользовались новыми инструментами для развития бизнеса. Одно из таких хозяйств в деревне Прокудино посетил 16 декабря глава Орехово-Зуиского городского округа Геннадий Панин. Здесь работа не прекращается ни на минуту. Еще бы уследить за большим хозяйством – дело нешуточное. Заготовить карма на зиму, обеспечить правильный уход за крупным рогатым скотом, содержать коровники в соответствии с нормами. Молочная ферма «Слава» активно развивается. Построены новые корпуса для животных, приобретена необходимая сельхозтехника. Но все это было бы невозможным, если не поддержка правительства Московской области. Сейчас в хозяйстве 60 коров французской породы «Монбильярд». Выбор не случайен. Молоко коров именно этой породы как нельзя лучше подходит для отдельных сортов сыра, производство которых здесь планируют в будущем. Делаются, дают 100 тонн молока. 100 тонн молока – это сколько коров надо? Ну, если, наверное, коров 20 литров, если считать. 20 литров в день дают? Ну, так они считаются. Средние, да? Совсем скоро ферма пополнится еще на 150 голов. Но фермеры планируют сами разводить эту породу. Даже племенные быки имеются. Полтора года. Полтора года? Ну, это каждый по 800 килограмм. Ранее на этой ферме занимались птицеводством и разведением мелкого рогатого скота. Сейчас же появилась возможность стать более крупным аграрным комплексом. Это предприятие нам интересно тем, что оно, можно сказать, начинающее в сфере животноводства. И плюс для нас очень важно, что именно меры поддержки правительства Московской области на закупку вот этого племенного скота и также меры поддержки на закупку сельскохозяйственной техники получили, получила эта компания. Сейчас стоит вопрос очень остро о том, чтобы предприятию развиваться нужны сельхозугодия, где можно, в общем-то, сенокоз, да, сено собирать, плюс дальше выращивать то, что пойдет на кормовую базу. Это предприятие не единственное в Орехово-Зуевском городском округе, получившее грант. Программа правительства Московской области позволяет фермерам с уверенностью смотреть будущее и полноценно развивать сельскохозяйственную отрасль.